Время спорта Компортивный праздник для всей семьи. В парке первого президента состоялся чемпионат по Дуатлону. Вперед к мечте! Лучшая детская футбольная команда поедет в лондонский Челси. Легкая работа над красотой и здоровьем тела. Простая кроссфит-разминка с Вячеславом Ли. Отдыхай и тренируйся. Ботанический сад – оазис в центре города. На парк! Внимание! С веселых песен и родительского напутствия стартовал семейный спортивный праздник. В парке первого президента прошли соревнования по Дуатлону среди детей разных возрастов. Сегодня у нас проводится третий открытый чемпионат по детскому Дуатлону для детей в возрасте от 5 до 13 лет. Самому маленькому участнику он на сегодняшний день составляет 3 года 8 месяцев. Четыре возрастные категории у нас вместе с родителями. Борьба идет ожесточенная. Даже больше соревнуются не дети, а родители. Особенно среди самых маленьких. Каждый родитель считает своего ребенка первым и хочет доказать это остальным. Но у нас такая дружеская атмосфера, поэтому каждый родитель помогает не только своему ребенку, но и чужому. Упал, поднял, обтряхнул и погнали дальше. Алма-Ата любит велопробеги. Пора приучать к тому, чтобы дети тоже бегали. Поэтому Дуатлон такой вид спорта, где два вида спорта совмещены. Вначале бегут какую-то определенную дистанцию, затем на велосипеде проходят ее и снова бегут. Можно сказать, олимпийский вид спорта. Вместе с детьми в преодолении дистанции принимали участие и их родители. Никто не скрывал волнения и каждый подбадривал малышей как мог. Так как мы с мужем сами спортсмены, мы знаем, что спорт это важно в жизни. И мы хотели, чтобы с самого раннего детства дети наши занимались. Поэтому мы просто начали тренировать их сами. У нас садик находится в трех километрах от дома. И наши дети каждое утро ездят туда на велосипеде. Погода, непогода, это не важно. Летний сезон весь зимой, по возможности, если не завалена велодорожка снегом. К этим соревнованиям мы готовились дополнительно. Мы ездим через Атакент. И в Атакенте мы нашли круг 200 метров. И каждое утро дети бегали. Там сначала было тяжело, потом полегче. Потом они уже пробегали по 3-4 круга. Несмотря на то, что сын в этой категории законно нормальный, ему 6 лет. А дочке только 4 года. И у нее, в принципе, еще впереди. Но она уже заняла третье место. Я очень рада за нее. Многие болельщики в прошлом профессиональные спортсмены. У некоторых даже есть свои титулы в спорте. В прикольном студенческом возрасте я занималась легкой атлетикой, прыжками в высоту и баскетболом. У меня мастер спорта КМС. Когда я приехала в Алма-Ату 6 лет назад, приехала я сюда, собственно, из-за прекрасной природы, из-за гор. Потому что здесь можно летать. Здесь мои друзья-парапланиристы. Это моя вторая жизнь полета на параплане. Мы этим занимаемся с мужем. Муж мой чемпион Казахстана по парапланируетному спорту. У меня тоже призовые места на точность приземления, на маршрутных полетах. Первые есть тоже. В общем, у нас достаточно широкий круг интересов. Мы много гуляем в горах, много ездим на велосипедах. Муж раньше велоспортом занимался. Большинство детей постоянно принимают участие в подобных спортивных праздниках. И у них уже есть свои первые чемпионские награды. В мероприятии «Открытый чемпионат по дуатлону среди детей» мы участвуем уже второй год. Трое моих детей участвуют здесь. В прошлом году участвовали четверо. В прошлом году выступления прошли успешно. Из четырех детей все четверо заняли первое место. Каждый в своей возрастной категории. Огромное спасибо Акимату города Алматы за такие подарки. Очень радует та ситуация, что в городе идет популяризация ЗОЖ. Родители с детьми, видите, здесь находятся. Дуатлон включает в себе бег, дистанцию велогонки и затем еще один этап бега. И только со стороны кажется тяжелым видом спорта. А для многих ребят это уже не первое выступление в состязании. Вообще она у нас уже неоднократно участвовала в детских гонках велосипедных. Видимо, уже помогает опыт подобных соревнований. Мне было легко пробежать, потому что я почти каждый день занимаюсь и дистанция слишком маленькая. Моему сыну 9,5 лет. Он первый раз участвовал в дуатлоне. То есть пробежал 700 метров, также проехал 1100 и еще раз пробежал 700 метров. Так как он любитель, не профессионал, но ничего страшного. Сказал, что в следующий раз обязательно возьмет первое место. Мы пришли в первой десятке на этот раз, но это наше первое участие. Но помимо этого мы за здоровый образ жизни и регулярно устраиваем велопробеги по городу. Участвуем в городских велопробегах. Поэтому всех призываем, конечно же, к здоровому образу жизни. Это очень круто. Вот теперь ты расскажешь. А? Тяжело было? Расскажи. Нет. Ну, когда после велика и после одного круга, когда второй круг я бежал, было очень тяжело. И дыхания практически не хватало. Все горло пересохло и с последних сил я бежал. Но ты не сдался? Да, я не сдался. Организаторы продумали все до мелочей. Для ребят подготовили различные подарки, скейтборды, билеты в аквапарк, комплекты для бадминтона и несвойственную дуатлону футбольные мячи. И даже к любым капризам природы были готовы на 100%. Подарки у нас делятся по возрастным категориям и по рангу своего места. То есть самым маленьким мы раздаем подарки поменьше. Помимо этого у нас еще есть спонсоры, которые любезно предоставили свои подарки, продукцию, которую мы тоже дарим не только призерам, но и разыгрываем среди детей. В такую жару для детей мы предусмотрели воду питьевую, конечно же, бананы, чтобы энергия была. Ну вот палатки поставили, скамейки повсюду, деревья, тенек. Родителям мы разрешили даже сесть на лужайке, чтобы спрятаться от солнца. Для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни, организаторы на все лето продумали особую программу. И каждый желающий сможет принять участие в любимом виде спорта. У нас сейчас проводится 2 июля Альпиняда, пик Нурсултана, посвященный экспо. Всех желающих позовем поучаствовать в нашем мероприятии. 2 июля гондола до Чимбулака от Медео будет на бесплатной основе подъем. Дальше всех приглашаем на Альпиняду, которая стартует с Чимбулака и будет закончена на пике Нурсултана. Все лето у нас идет программа по обучению основам плавания детей от 9 до 12 лет. Кроме него, для детей у нас на ту же Альпиняду не обязательно покорять эту вершину. Дети могут тоже подняться, подышать свежим воздухом. Малышей с детства надо приучать к здоровому образу жизни. И только родители способны своим личным примером привить детям любовь к спорту. Рекомендую всем родителям, чтобы они уделяли внимание детям в отношении здорового образа жизни. То если выбирать какую-то секцию, то, конечно, это все-таки триатлон, где есть и плавание, и велосипед, и бег. Сейчас это, конечно, популярно, там аэронмен и так далее, но это очень полезно для организма человека, когда это совмещается, плавание, велоспорт и, соответственно, бег. Ну, а там уже футбол, там гандбол, баскетбол, там другие виды спорта, там авторейсинг и так далее. Это уже на выбор каждого. Дуатлон вот тоже хорошо, допустим, там не все люди могут посещать бассейн. Хотя сейчас у нас в этом отношении в Казахстане ведется такая достойная работа. Вот много бассейнов, много всего. Было бы желание. Было бы желание. И все зависит от родителей. Только на своем примере. Сегодняшний дуатлон для детей, он является большим праздником для них. Сами родители тоже рады участвовать. Тут спортивный дух имеется. Не только дети, но и сами родители сейчас вместе бегут, вместе радуются, вместе получают награды. Они прям счастливы. Мы рады сделать такой праздник для детей. По всем нашим программам, которые проходят, регистрация, она идет на бесплатной основе. Так как наша программа «Спортах Алматы» поддерживается акиматом города Алматы, все наши велопробеги, дуатлон, альпиниады, спартакиады, они все на безвозмездной основе проводятся. По детскому дуатлону мы заранее предоставляли афиши, где указывали, что на сайте «Спортах Алматы» будет проводиться регистрация. И все родители, все желающие там зарегистрировались. И по этому списку сегодня они все пришли, участвуют. Некоторые люди, которые не успели зарегистрироваться на сайте, они приходят сюда и по месту регистрируются. Плавание сейчас ведется на бесплатной основе в пяти бассейнах города Алматы. Участвуют дети, которые заявились уже по списку, мы сейчас уже их обучаем. Первая волна уже к концу этого месяца закончит свое обучение и покажет свои результаты, чему они научились. Мы можем считать, что это мы смотрим статистику массовых видов спорта, которые развиты не только в Алмате и в Казахстане, но и во всем мире. Стараемся, чтобы эти массовые виды спорта, которые более-менее имеют большую массовость, мы их стараемся включать в нашу программу. В зимнее время у нас идет обучение основам катания на коньках. Она уже у нас стартовала с февраля месяца. Сейчас опять зимний сезон у нас начнется. На Медеу у нас будут на бесплатной основе инструкторы обучать основам катания на коньках. На встречу мечте! Под таким девизом на центральном стадионе в Алматы прошел финальный этап чемпионата по футболу среди детей, детских домов и школ-интернатов. 12 сильнейших команд из 10 регионов Казахстана приехали в Южную столицу, чтобы поспорить за чемпионский титул, а также получить уникальную возможность посетить тренировочную базу сильнейшего клуба Европы Челси и знаменитый стадион Стэнфорд-Бридж в Лондоне. Чемпионат на встречу мечте проводится в этом году в пятый раз. По всему Казахстану участвует 26 команд. В этом году больше участников. Сегодня в финале, который проводится в Алматы, принимает участие 12 команд из 10 регионов. Сегодня на центральном стадионе города будут играть воспитанники детского дома Карагандинской области. Детский дом называется Таншулпан. С города Тарас приехала команда Тулпар. Они будут играть между собой и будут бороться за путевку в Лондон навстречу к легендарному клубу Челси. Турнир проводится с 2013 года и проходит в Алматы уже в пятый раз. Чемпионы прошлогодних игр побывали в гостях у сильнейших команд мира, таких как Реал, Атлетика, Бавария, а также побывали на Камп-Но в Барселоне, где встречались со своими кумирами, с именитыми футболистами клубов Месси, Роналду, Робеном и Торресом. Уже пять лет принимаем участие. В первый год заняли третье место. В 2015 году заняли первое место. В этом году тоже заняли первое место. Соперники были достойные. Победа далась нам нелегко. Ведь они все чемпионы в своих регионах. Мечта каждого ребенка – играть в профессиональный футбол. И подобные турниры дают возможность ребятам сделать первый шаг на пути к ее воплощению. А сейчас время для нашей короткой разминки. Сегодня предлагаю вам вместе со мной выучить несложное упражнение для красивой осанки сильных ног и сильных рук. А покажется к нам кросс-питер Вячеслав Ли. Здравствуйте! Сегодня я хочу предложить самое распространенное классическое упражнение из арсенала кросс-фита под названием дёрпи. Делается оно так. Сначала мы приседаем, потом принимаем упор лежа, отжимаемся. Потом ворачиваемся в присед и в прыжке выпрыгиваем над головой, делаем хлопок. Ну что, Шалфан, приступим? Да, просто. Итак, исходное положение ноги на ширине и плеч. Сначала делаем присед. Приседаем, упираемся на пол руками и выпрыгиваем назад. Потом делаем отжимания, ворачиваемся прыжком в присед и над головой делаем хлопок. И так повторяем несколько раз. Поехали! Как вам ощущения, Шалфан? Очень энергичные упражнения. Здесь надо и за дыханием, и за руками, за ногами. То есть, нужно такая собранность. Да, вы все верно подметили. На самом деле упражнение комплексное. Состоит из нескольких отдельно взятых упражнений, связанных с связкой. Оно очень эффективное. Его надо делать так, чтобы каждый раз увеличивать количество повторений. Тогда будет расти взрывная сила и выносливость. Ну и как ориентир скажу, что когда это упражнение было разработано в 40-х годах прошлого века, для солдат американских, то есть, чтобы пройти экзамен и попасть в вооруженные силы, нужно было сделать 40 повторений таких за одну минуту. А вы сколько раз делаете? Мой рекорд – 45 раз за минуту. О, ну вам пора в американскую армию запросто. Да, кстати. Классно. Спасибо большое. Пожалуйста. Алматы много красивых мест, где можно провести время с пользой. Одно из таких – ботанический сад. Здесь можно не только полюбоваться природой и прекрасными растениями, но и позаниматься спортом. Сегодня мы пришли с нашими участниками марафона «Цели стань сильным» на очередную тренировку. Важная особенность тренировок в рамках марафона – это возможность заниматься всей семьей. Разнообразные упражнения, игры, просто активный отдых интересен и детям, и взрослым. Что такое марафон «Цели стань сильным»? Он подразумевает в себе бег, суставную гимнастику, рукопашный бой, занятия тяжелой атлетикой. Как правило, приходят семьями, взрослые, дети. Для всех находится свое занятие. Частенько мы выезжаем в разные части города, Алматы, также за пределами города. Ходим на водопады, ходим в различные походы. На стадионах, как правило, больше игровых моментов, то есть это какие-то беги на короткие дистанции с поднятием тяжести, прыжки. Кроме этого, есть суставная гимнастика. Суставная гимнастика, как правило, подходит для всех, но в основном это для более взрослого поколения, связанных с суставами. Тяжелая атлетика – это для всех. Работа с гирями. Как правило, гири подразумевают 16 килограмм, 32 килограмма и выше. В зависимости от возраста, в зависимости от возможностей. Что еще можно сказать? Приходите к нам, увидите как, приходите всей семьей. Не секрет, что главный ингредиент семейной гармонии – это время, которое вы проводите вместе. Особенно полезно укреплять взаимоотношения, вовлекая всех членов семьи в интересный и здоровый досуг на свежем воздухе. Виктор Андреевич – один из старших участников. Несмотря на возраст, всегда легкий на подъем. Обожает совместные занятия с детьми и внуками. Сейчас летние каникулы у детей. И есть место у нас почти в центре города, где можно прекрасно отдохнуть, подышать таким свежим воздухом. В то же время позаниматься спортом. Сюда приходить просто, ну, одна прелесть. И нагрузки-то при таком воздухе могут быть просто отдыхающие выйти. А можно и добавить эти нагрузки. Поэтому я считаю, что жителям Алматы повезло с таким местом. И надо приходить сюда с детьми, с внуками и отдыхать, заниматься спортом. Это для здоровья детей очень полезно. Многие участники марафона, достигнув поставленных перед собой целей и проверив свои силы, вдохновились на новые подвиги. Елена Троско – одна из самых преданных и мотивированных членов физкультурной группы. Ей удалось не только значительно потерять вес, подтянуть мышцы, но и полностью изменить образ жизни. Я в марафоне стану сильным с самого начала. Мои успехи грандиозные. Я, конечно, немножко опечалена тем, что не все до конца марафона дошли вместе со мной. Но я не пропустила ни одной тренировки. И на этом я останавливаться не собираюсь. Детям тоже скучать не приходится. У каждого есть свои любимые моменты тренировок. Девочкам дается гимнастика, а мальчишки обожают помериться с силой. Олегу 8. В 5 лет он вместе с родителями занимается ушу. Вообще я занимаюсь тренировками, там обязательно отдыхом, уроками и все остальное. Больше всего я люблю спарринг. Это когда ставят одного с другим. И мы так деремся. Мы встаем в левую стойку и начинаем бить в голову. Можно бить в голову, в живот, ну и в пах. По традиции в завершении тренировки все пьют крепкий и ароматный чай. Он не только восстанавливает силы, но тонизирует и поднимает настроение. Целый год программа «Время спорта» ознакомила вас с самыми интересными спортивными событиями. На этом наша программа завершается. Но марафон целей продолжается. Занимайтесь спортом! Продолжение следует...